Субтитры сделал DimaTorzok Возникают вопросы, чем отличается обычная фотокнига от фотокниги LifeFlat. Отличается она тем, что печатается разными методами. Это у нас цифровая печать, а это обычная лаборатория, мокрая печать, как обычные фотографии печатаются. Давайте посмотрим внутреннее содержание, в чем его отличие. Значит, обложка у нас, в принципе, она одинаковая. Толстая, не гнется, ламинированная. Как и тут. Вот она. То есть такая толстенькая, нормальная, конкретная обложка. Но вот эти вот листочки, они в LifeFlat идут тонкие. То есть вот они так гнутся. Они тоже ламинированные. Это бумага, я так понимаю, для лазерной печати. Вот лазерный принтер печатает. Соответственно, она может со временем... Ну, как со временем? Несколько лет, может быть, десятков она продержится. Но потом она может выцветать. У обычной фотокниги гарантия 100 лет, что ничего с ней не будет. Это как обычная фотография идет. То есть они достаточно долго живут. Эти книги не ламинируются, но они и держатся долго. То есть им это не нужно. Тут, значит, листы ламинируются. Как видите, бумага тонкая. Она просто между собой склеивается. Сверху ламинируется. И получается вот такая книга. Чем они хороши? Этот метод, он дешевле. То есть сама себестоимость этой книги получается низкая. Это позволяет делать в ней много разворотов. То есть такие книжки, они идут на 5, 10, 15, 20, 25 и 30 разворотов. То есть только такие цифры. То есть мы можем заказать книгу либо 5 разворотов, либо 10, либо 15. Что прикольно, тут можно делать, значит, на каждого ученика. Ну, то есть либо по развороту. Если в классе 30 человек, книга получится, например, на 30 разворотов. Но обычно делается на один разворот 2 человека. То есть, соответственно, получается 15 разворотов на учеников. И дополнительные вот такие вот развороты там с учительским составом, да, ну, с классным руководителем. С общими фотографиями добавляется разворот. Ну, в данном случае нет, тут только ученики идут. Но бывает еще и виньетку сюда забабахать можно. То есть стандартные все развор... Ну, вот такой вот, то есть разворот можно еще сюда добавить плюсом. Виньетку также сюда можно добавить. Ну, и вот тут типа тоже такой вот разворот, он идет сюда. Вот. И, соответственно, что заказывать, что предпочесть заказать? Значит, вот этот альбом дорогой в себестоимости. То есть он, получается, альбом на 5 разворотов, даже на 4, стоит, как этот на 15 разворотов примерно. По цене они будут идя, но тут будет только 5, тут будет 15. Но этот у вас меньше проживет. Ну, я так думаю, я, конечно, не знаю. Может быть, он и долго проживет, если его хранить нормально, обращаться с ним нормально. Но он как бы тоже классный, в принципе. Единственное, что вот, слышите, да? Скрип такой у него интересный, типа новый, новый. Вот. Так достаточно надежно сделано, но у меня есть подозрение, что ламинация со временем может как-то отслаиваться. Хотя фиг его знает, если честно. Но мы еще, то есть такие альбомы, так скажем, тестов у нас по давности нету. Вот эта вот книга уже давно валяется, то есть с 2013 года. С ней, вот, ну, как видите, ничего такого не происходит. Все ее смотрят, ее везде показывают. Вот. Она еще живая. Что с этим будет, я не знаю. Ну, это если на массовость рассчитывать, что вы ее будете показывать. Если она у вас будет на полке лежать дома, иногда будете доставать, листать, то, я думаю, она тоже долго достаточно проживет. Главное, на солнце ее это не хранить, потому что, еще раз говорю, любая бумага имеет свойство выцветать. Но лазерная печать, цифровая, она побыстрее будет выцветать, чем обычный фотометод. То есть, как-то так. Вот что заказать, смотрите сами. В принципе, вот можно фотокнигу сделать такую же на те же самые 15-20 разворотов. Но это будет, так, ну, дороже выходить. Но зато качество. И что в фотокниге хорошо, можно прослойку еще делать. То есть, вот тут, как видите, толстая прослойка. Тут она может быть либо бумага, либо пластик. По толщине до 2 мм. Может быть, 1 мм, 1 мм и 4 мм и 2 мм. То есть, тоже можно сделать такую достаточно толстенькую книжечку. Если будет 20 разворотов, у вас прям такая вот и книга и получится. То есть, достаточно будет такая плотная. А это вот, видите, тут сколько разворотов. Ну, достаточное количество. Но, то есть, если смотрятся, ну, они тонкие. То есть, тут не может быть никакой прослойки. Тут чисто вот два листа между собой склеиваются. То есть, вот такая вот информация, друзья. Решайте сами. Думайте, сами мы делаем и так, и так, как вы захотите, так и сделаем. Это будет дешевле по стоимости. Это будет дороже. Все. С вами был Сергей Азаренко. Сайт goodbyschool.ru. Лучшие выпускные альбомы мы делаем для школ и детских садов. Для города Выборга, Ленинградской области и СПБ. Заказывайте. Цены у нас всегда самые тоже лучшие. Стараемся делать качественно и по хорошей цене. А главное, вовремя. Удачи всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...